Раз, два, три! Всем привет! Привет! И тут солнечная Италия. На проводе у нас почти два часа дня. Я только-только проснулась. Представляете, я дрыхну вообще. Карлос? Салютами тут. Да, сделали немножко покупку. Разбирают малые покупочки. Потому что сегодня, в Доменике, мы должны делать паттапарты. Паттапарты. Они в воскресенье покупают вот такие вот картошки, да? И потом заваливаются на диван смотреть телевизор. Это называется паттапарты. Паттапарты. Все в пижамах. Вот такие вот. И все в пижамах заваливаются на диван и смотрят кино. Естественно, Карлос говорит, дите, я покажу вам классный фильм. Две минуты и засыпает иногда. Да, да, Карлос? Да. Ты, ты здрая и дуй меня такой дождь. Я сейчас хочу купаться, приводить тебя в порядок. Карлос сейчас начнет что-то готовить, покушать. И пойду себе примерно в порядок подкрашу. У нас сегодня дождяра конкретно. А ночью вчера вообще гром, молния. Погода ужасная, ужасная, ужасная погода. И сегодня целый день опять у нас дождь. Кстати, читала там комментарии, я спросила в видео. Говорю, расскажите, как ваша собака выгуливается, когда дождь. Тоже написали, что Тяну так смешно было. Аж засмеялась. Ладно, девчонки-мальчишки, пойду я себя подкрашу, приведу себя в порядок. Потому что в воскресенье тоже хочется быть немножко симпатичной. Так, Карл начинает уже резать. А, потому что ты кольцами режешь. Котушечку уже сделали. Ну что, что будет, Карл? Да. Ммм, вкусно. Ммм, вкусно. Ммм, вкусно. Слушайте, на следующей неделе я делаю полпитоне. А это полпитоне? Нет, полпитоне, как я тебе говорила. Хочу большую котлету, чтобы... Вот. Вот, ты пьянешь, потому что с удовольствием я делаю с близким. Как это в доме. Он говорит, я плачу от Лука. Я говорю, ты плачешь от счастья, что с такой женщиной рядом находишься, а? Посмотрите, когда ты пьянешь. Ммм, Марина, браво, ты за Ромина. Ммм, Марина, браво, ты за Ромина, моя. Я говорю, когда плачешь, повторяй за мной, Марина, любимая. А, это боченька, который мне плачет. Да, браво, браво. А, вон, мне брюша. Нет, это только джипоза, где ты. Да. Темпы фориками. Бруто. Плохая погода у нас. Опс, переключаемся. Я уже помыла голову. Приуделась. Сережки, девочки. Придется немножко, правда, меня так вот созерцать в такой... виде потому что горит у нас духовка и когда включаешь фен естественно духовку свет вырубает потому что и большое напряжение но и с другой стороны конечно я когда дома стараюсь меньше пользоваться пользоваться феном опять же не перепаливать отрастить уже эти волосики закалываю сначала так вот специально чтобы сначала со спины все высыхало потом уже перед готовится наша картошечка не видно запотели девочки вы спотели сейчас я вас вытру я прошу прощения хотела показать нашу картошечку но опять все запотела камера запотела опять дождь девчонки время три дня вот такой вот серо-серое небо кстати гремит вообще кошмар как кстати вот на югу как она разрослась и от ветра видно веточку одну погнула кошмар слышите как гремит моя вчера 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 мало того что гремела прям там бум бум а так на так сильно так вообще как будто знаете как будто вагоны вот друг с другом сталкивается такой звук прям вот осенняя гроза ну прям давно такого тут не было я давно такой не помню вот грозы у нас кстати сегодня я должна была встретиться с одной женщиной со светой она приехала санкт-петербурга и сейчас пизе несколько уже на недельку она и мы хотели с ней вчера встретиться после пяти созвонились она встречу хотела пойти к ней а потом говорю нет из нас такой дождь идет и этот грунт это мне с малыми тащиться карлос на работе был их не на кого ставить на ней все время как хвостики со мной придавай завтра созвонимся но и сегодня тоже такая погода никуда ты не пойдешь и никуда ты не вылетишь естественно даже попить одну кофе на час но это просто она гремит если слышно просто нереально хотя в такую погоду мне нравится сидеть дома вот у меня сейчас малые с карлосом взяли большую миску перевалили туда картошку есть они тоже за ним скучают не видят его по неделям и уроки сделали вчера сегодня уже с утра поигрались в куклы сегодня опять с мамой разговаривали по skype у нас дочка с папой вот и это сама мама говорит посылку он собираем мир да ладно не надо не переживать эту посту коды шкафе не пошел при не переживайте эту посылку но они конечно малым смещено на посылочки а какая погодка машины надо посылочки тоже разговаривали она мамастана разговаривала так интересно когда не общается одно слово на русском а на итальянском ну прикольно любит дядька конечно вот казалось бы уважает есть пока у них место не общается очень мило приток служит другу 1 со славусиком тоже разговаривала. Дуца у меня вообще красавица. А, какой дождь, если видно. Ой, молния. Блин, заливает кошмар. Капец. Кстати, там какой-то вопрос тоже был. Задавали, типа, за детей. И кто-то задал вопрос, если правильно сформулирую. Кто-то написал, типа, если дети, вот они интернациональные, да, типа, там не разрешают дружить, там, допустим, там, с русскими, там, или итальянцем, с украинцем. Ну, к примеру, я там не помню, какая уже национальность была. Вы знаете, я не могу на этот вопрос ответить. Вот честно сказать, не могу. У меня есть одна знакомая здесь семья. Мы с мамой, как бы, с ихними, с этими детками, у них трое детей в семье. С мамой поддерживаем отношения. Мы не подружки, но мы, скажем так, знакомые. Мы там можем остановиться, поболтать. Гости друг к другу мы не ходим. Детей там водим вместе к репетитору. Вот они. Я не буду говорить, какая национальность. Они достаточно молодые. Мама, наверное, у меня помоложе, но лет, наверное, на 10. Папа тоже. Такие молоденькие. У них там машина, квартира трехкомнатная, очень красиво обставлена мебелью. Они постоянно куда-то выезжают, какие-то там Дисней, Дисней. И мне постоянно хотелось спросить, кем работает папа, что, как бы, откуда вот такой национальностью таких молодых родителей столько денег. И мне девочка сказала, говорит, у меня муж работает, говорит, на мусоре. Ну, типа, машина проезжает, собирают эти вот мусорные баки, и, как бы, там работает их не папа. Ну, при всем, чтобы посудить, что в Италии средняя зарплата, да, такая вот, если ты работаешь с утра до вечера, у тебя получается 50 евро в день, да, это где-то, ну, грубо говоря, такая средняя зарплата штука 200 в месяц. На штуку 200 в месяц ты не купишь такую машину, у тебя не будет такой мебели в квартире, ты не будешь разъезжать с тремя детьми. Давай, здоровайся. Привет! Ты не будешь бояться, что гроза, ну, должны бояться. Да, потому что если нет, если у тебя есть мастря, то ты ведешь в кровь, если вы в кровь, что ты говорила, Натю? Говорит, это осторожно с этими самыми. Зонтом ходите, когда гроза и молния, потому что если молния ударит в зон, он говорит, то, конечно, можно умереть. Что я говорила? Я, конечно, понимаю, Я понимаю, что на зарплату этого мужчины нельзя купить все это, и я понимаю, что дети занимаются, ну, умные дети, что родители занимаются, папа в основном, занимаются чем-то другим, да, то есть я воню себя на мысли. Также в Фейсбуке, в Фейсбуке, смотря фотографии, как бы я вижу, да, там, ну, не знаю, столы, вижу гостей, то есть понимаешь, гости это тоже той же национальности, которой они, и ты, как бы, по лицам, уж не знаю, как-то, в нашем возрасте начинаешь по лицам судить людей, да, и думаешь, вот откуда берутся деньги, но тем не менее, как бы, вот дети мои очень дружат, ну, не тесно, но тем не менее, очень дружат, вот, что-то там у меня, девочки, подождите, я вас вытру, очень дружат с той же девочкой, и младшей, и старшей, я им не могу запретить, но я это сильно не, я это сильно, эту дружбу сильно не поддерживаю, потому что я переживаю, что живем мы рядом, дома рядом, и сейчас они уже дружат, в будущем будут дружить, и я не знаю, чем будут заниматься эти дети, потому что я, как бы, догадываюсь, чем занимаются родители, но тоже, видите, полка двух концов, но я себя накручиваю, то есть, может быть, это и не так, но тем не менее, я себя, как бы, накручиваю, то есть, если ваши родители тоже вам говорят с кем-то, там, не дружить, или еще что-то, есть на это основание, просто в маленьком, когда вы в возрасте или подростковом, не каждая мать, не каждый отец, как бы, может взять на себя смелости объяснить, там, вот не дружи с ним, потому что, может быть, папа там занимается чем-то другим, да, то есть вам это не скажут, потому что вы потом по своей глупости можете это ляпнуть и обидеть человека, и, может быть, это еще не так, насколько мы в этом уверены и об этом думаем. Но, тем не менее, видите, у меня тоже есть какие-то вот свои паранойши, типа, вот, зачем мы туда в дом ходить, и они просятся в гости, зачем туда в дом ходить, неизвестно. Ну, в общем, девчонки, то есть, как бы, мы взрослые все равно имеем какие-то понятия, ну, как бы, мы свои мысли раскрываем, может быть, даже неправильно иногда, но, тем не менее, это просто из-за вашего блага, то есть родители хотят только хорошего, естественно, мы переживаем, в какую компанию попадет, что будет, во сколько будут приходить домой, стараемся платить большие деньги за какие-то кружки, да, чтобы ребенок занимался, чтобы у него было меньше свободного времени, чтобы он больше времени проводил, допустим, дома, я не знаю, у меня, допустим, до сих пор, говорю, малые клеят и режут, вырезают и не сидят в компьютерах, вот мы опять сегодня только с мамой разговаривали, я говорю, мам, у меня они вообще не сидят в игрушках компьютерных, они не знают, как там одевать кукли Барби-платье, им это не интересно, они до сих пор одевают платье нормальной Барби-кукли и шьют одежки, вырезают, делают какие-то поделки. Я на данный момент, на данный период я счастлива, я спокойна, что вот есть вот эта вот аура домашняя, как будет в будущем, неизвестно, то есть, естественно, дети растут и интересы меняются. Кстати, заработал телевизор, потому что сначала телевизор остановился, когда была сильная гроза, молния, замирает картинка, нет сигнала, сейчас картинка появилась. Ладненько, сейчас засушу еще свои волосики, кстати, стою здесь рядом, работает форно, духовка, и такая-такая-такая теплоты не идет от духовочки, что такое впечатление, что аж волосики вот здесь вот, мочалочка, начинает подсыхать в первую очередь. Ладненько, девчоночки. Опс, переключаемся. Сейчас я быстренько загружу машинку посудомоечную, на сегодня, кстати, должны прийти Карлоса друзья с дочкой после четырех где-то проведывать нас. Давно мы уже не здесь. Я, кстати, давно вообще, я конкретно, наверное, не видела их уже, наверное, два года. Вот, и поэтому надо немножечко, не люблю так, когда воскресенье на кровати сидишь в какой-то фильме, еще что-то, и тебе как бы звонят, говорят, о, все, едем в гости. И надо здесь не вставать, и я в воскресенье не люблю убирать ничего, дети бегают, они с Карлосом играют, и в прядки, и вот все остальное. Приходится, естественно, хотя бы привести немножко квартиру в порядок, так, знаете. Перелететь в пустое для соседей. Вот, и надо, конечно, хоть немножко привести квартиру в порядок. Карл мне все время говорит, да сядь ты, успокойся, это ж не президенты приезжают. Я говорю, ну какая разница, все равно как бы немножко навести порядок. Хотя, когда дети дома, у кого есть дети, знаете, родите дома, так тяжело, чтобы все лежало на своих местах, и чтобы вообще было все убрано, это просто нереально. Но все равно хоть какой-то, знаете, штрих сделать. И начну направить на стол. Кстати, кто-то вчера написал, вы, когда я сказала заскатите, что девчонки ложите скатерть там на стол. Не в том плане, что я прям сказала, что это надо делать. Не, я просто сказала, что ну обратите на это внимание, может быть, действительно, кто-то об этом просто не задумывался. Я же не говорю, что я прям такая хозяйка, и прям у меня серверация стола идет прям на 10 баллов. Нет, конечно, нет. Так я просто выразилась, а потом кто-то воспринял, может быть, плохо, и спросили, что вы, когда детей кормите в течение дня, стелете, тоже скатерть. У меня маленькие такие, кто смотрит уже равно видео, маленькие салфеточки, я все мечтаю купить еще побольше таких салфеточек. У меня такие маленькие красивые салфеточки, красные, которые, да, я ложу под каждую тарелочку. Все стеклянные, как бы очень красиво. Не то, что там очень красиво, ну, симпатично смотрится. Кстати, дождик у нас прошел, вышло солнышко, но погода непонятная. Окна открыты, температура плюсовая, и ничего, ненты, хотел сказать, ненты, это ничего. И все, сейчас вот протираю плиту сверху, потому что плита сверху не будет задействована в сегодняшнем обеде, работает духовка. И все, девчонки, так, знаете, немножечко хотя бы протереть, чтобы хоть какой-то вид создавался, потому что это кошмар, конечно, с кошаками, с собаками, дети бегают, Карла вместе с ними, детского возраста никак не видит. Так что приходится мне, короче, немножко наводить здесь марафет. У нас такого не бывает, что расслабились, и как бы никому в гости не ждете, думаете, да, сегодня ничего делать не буду. Потом кто-то звонит, или кто-то приходит, и вы себя неловко чувствуете, да, вот думаете, блин, что я там, могла бы там тоже белье сложить, или еще что-то, я не сделала, а сейчас и придут, и как-то неудобно становится. Ну, давай, ладно, одну руку неудобно делать, закончу здесь немножко на кухне. Это мы уже устроились на диванчике, уже доделывается наша курочка. Я такой пушистый, когда не пользуюсь укладкой, такая я пушистая, Саша. Привет! Да, ты же делаешь фильм, Карлусик. Белла, здоровато, Доменика. Я говорю, классно, в воскресенье, это самое, воскресенье, как это называется, ну, полежать. Алло, и фильм? Фильм, интернет у вас, говорит, мы, кстати, платим, какого-то мегабайта объема, где интернет, Карл? У нас 20 мегабайта, да, у нас 20 мегабайта интернета, то есть он вообще, как бы, летать должен, да, по квартире. Причем, учитывая то, что, если даже я загружаю видео, Карл не пользуется уже компьютером, потому что, он не включает, потому что он уже, естественно, спит, видео грузится само ночью, ну, типа, вечером я ставлю и, как бы, утром я его открываю. Ну, смотря во сколько заканчивал снимать блог. А интернет вообще, вот, еще, если у меня идет, где, допустим, я на кухне смотрю девчонок, своих любимых, мой любимый YouTube, или там Skype, я могу открыть, и скакал, ну, я кручу, это че? Алло, и че? Вот, вот, то у него здесь вообще, вот, подключение к телевизору, фильм вообще, вот так вот, медленно-медленно, он даже звонил, в компанию, в которой мы подключены, и говорил, что это такой же, типа, во-первых, мы платим, дофига у нас выходит 140, кванта-нуй-бил, кому-то погибло, лабулит, аду и месяц, чем-то каранта, 150 за два месяца у нас идет, и говорит, и вообще интернет не летает, вообще нифига нету, вообще, ну, это, это, но интернет, кванта-коста интернет, чин-кванта, 50 стоит, как бы, заплатить, но учитывая, что там телефон, квартирный, какие-то звонки еще идут, еще что-то очень дорого, моя клесявит, привет-привет, привет-привет, я там доска у меня стоит стиральная, я ее не убираю, потому что мне надо погладить две рубашечки, мне такая лень, да, Сашуля? Да. София, ты уже уроки сделала? Да. А, кто-то, кстати, спрашивает часто, где София, где София, Сашка, София, то вырезает, то клеит, то браслетики делает, то еще что-то, то есть, как у ребенка занятый. А, я уже почти высохла, Карла, а когда ты едешь? я еще не пробовала, но я не пробовала. Смотрите, я открываю, я открываю, и я сделаю фотографии, а потом не снимаю фильм. Да? Боже мой, да мисерия. Да, не скажи, кстати, там стоит наша фотография, это фотография много, сколько мы сделали, это фотография, ты и я, Карла? Да, 4 года назад? 4 года назад? 4 года назад да, ты челаля, у тебя длинные волосы наверное 4 года назад мы сфоткались я еще такая белая блондинка с длинными волосами потом... там были копии, когда мы виноваты ну ладно, я пойду туда на ноге я хочу кушать, я хочу кушать я хочу кушать мама Собиа, ты в камере а ты как? да, вчера все сделала вчера все сделала вчера сделала все уроки девочка красивая вот так вот как классно лежать на диване со всеми вместе нет, со мной наверное на кухне ладно, пойду посмотрю что там еще на кухне кстати открыла все стауне, у нас солнышко вышло хоть на немножко проветрить они уже тут наелись этой картошки наваляли везде этих хлопьев по воскресеньям постоянно да, с Карлоса с ума суть так интересно, я в кофте и в пижамных штанах это вообще это только надо видеть пижамные мои штаны моднючие тапулино тапулино так ладненько, пойду на кухню посмотрю что там надо на кухне доделать я уже есть хочу мне все успокаивает кстати здесь у меня вот фотография меня кто-то спрашивал на кого я похожа на маму или на папу вот моя мама в детстве подожди Маруся, я же снимаю вот это вот моя мама а это вот моя любимая бабушка которая жила в Ярославской области Валя, ее звали Валентина и вот посмотрите как я похожа на маму и на мою маму похожа моя старшая дочка Света Слава и Саша мы очень все похожи хотя говорят что губы у меня от ее старшего брата его Валера зовут, Валерий а это Алексей, очень красивый такой братик у него кстати такой симпатичный мужчина вырос из такого красивого ребенка это моя прабабушка ее звали Лида про бабушку и вот посмотрите как мы похожи с мамкой все-таки а когда у меня есть фотография тоже такой короткий волос вообще похоже только здесь черно-белая фотка у меня цветная и моя бабушка моя самая самая любимая бабушка самая добрая бабушка в мире вот такую вот тарелочку приготовил мне Карло вот такие вот я салфеточки спрашивала на стол вот такую тарелочку приготовил Карло мне приятного аппетита и будем кушать и звонила мне только что Света наша женщина русская из Петербурга мы сегодня увидимся я говорю у меня четыре друзья приходят потом на улице то солнышко то дождь то гроза давай уже точно мы увидимся Ладника всем кто кушает Карло я села смотреть всем удачного просморта я боюсь раз два три переключаемся я хочу вас познакомить я хочу вас познакомить с Карло друзьями это Silvia Юрий у него у него все говорят у него все говорят вы что русский у тебя имя такое Юрий нет он не русский у него до 15 лет до 15 лет до 15 лет до 15 лет до 10 лет мы кстати у Юрия у него у него с 19 Десять лет. Десять лет. Десять лет. Десять лет. Десять лет. И мы решили, идем в цирку или идем в casa Рикарда? Да, в цирку. Мы думали, кому пойдем? В цирку пойдем? Или пойдем в цирку отведем? А потом подумали, все равно у Марина много животных в доме. Какая разница, в цирку идти на животных или к Маринке прийти? Что ты думаешь, что ты спала дома? Ну, я не знаю. Раз, два, три. Переключаемся. София, прощайся со всеми, говори всем пока. Я тоже со всеми прощаюсь. Карла пошел с собакой на прогулку. Давай. Пока, Ютуб. Пока, Ютуб. Завтра, наверное. А, завтра понедельник. Наверное, завтра я точно ничего снимать не буду. Что хотела сказать. Все, Карла пошел с собачкой на прогулку. Друзья наши тоже поехали домой. Мы сейчас быстренько завалимся на диван. Досмотрим эту Пятницу 13. Я, кстати, не что-то большего ожидала от этого фильма. Потому что я его смотрела, когда мне было лет 14. Что-то я думала намного страшнее. Но, в принципе, так, знаете, вспомнить детство и глубокую юность тоже иногда полезно. Все. Сейчас досматриваю я свое кино. Жду Карла со собакой. И потом идем смотреть фильм. Все. Увидимся завтра. Всем классной рабочей недели. Трудовой. Чтобы заработать много денег и не упасть духом. Потому что все-таки понедельник день тяжелый. Пока-пока. Пока-пока. Удачи. Пока-пока. Продолжение следует.